Я думаю, что пока не надо о нем сильно ничего лишнего говорить. Мы там собрание проведем и все. Ну и здесь тоже предупредить, сказать, чтобы люди знали. На тему не разговаривать с ним. Сильно не надо его разговаривать. Я говорю, что предупредить мы обязаны людей. Он будет настаивать на эту тему. Не разговаривать. Потому что кроме смуты ничего нет. Лучший определитель всего то, что не продать, не купить. Не продать и не купить. И нигде не написано, что это будет долго, короткое время, 3,5 года всего. Не продать и не купить. Так это уже сколько лет люди покупают? Сегодня такое время, что никогда такого времени не было, чтобы ты можешь и продать, сколько вырастил, сколько ты чего, и купить, сколько ты хочешь. Ты вот сегодня можешь прийти, если тебе надо всю ленту в магазин взять. Бери, никто не скажет, что ты... Еще поблагодарят. Документы не показывают, ничего. Вот я, допустим, пригожу, у меня такая пластиковая карта, и мне кто-то присылает там за книги. Вот сегодня только унесли 17 книг в одно место отправлять. А деньги там, а сколько, я говорю, не знаю, мне присылают все время там. Ну и она туда сунет, сколько, а больше 40 не отдает она. А остальное я должен прийти завтра. Такой порядок. Номер какой, код какой-то я должен там нажать. Не нравится, не бери, иди по сберкнижке, но там тоже свой порядок. Вот я сейчас только там был, и... Ну, я не знаю даже какой стороной этот... вставлять-то туда. А там специально дежурный. Ах, так у тебя карточка еще есть. У меня давным-давно. Уф, да я сижу, мне надо идти-то. Ну ладно, мне надо сходить там в город, я пойду схожу. Вот если бы был сильный такой человек, помолиться, чтобы духа лжи изгнать. И он бы сразу вздрогнул и встал, и другой человек, как это было с Нифон там. Бог отнял веру, но он встал, веры нету. Хотел бы верить, но я в это... Это что-то... Как вот кто-то уже спрыснутый какой-то, как яд этот, он уже... Ну скажи, а цель у тебя какая вот сейчас ты беседуешь? Чтобы все понимали, как ты. На всех возложить это бремя. Это именно, только так, другого нет. Это ты возложить бремя неудобно носимое. Ты-то еще все не испытал, только начал. У тебя ничего нигде не обойдется без номера. Или ты должен прирепляться к людям, ночевать, у тех, у которых номер есть, у которых дом зарегистрирован. Тогда еще было, это уже лет 30 назад, вот около вокзала жила Ксения Ивановна Емщикова. Она 10 лет была за мужа, мужа расстреляли у ней. Ну, я знаю. Ну, это в 12 томе открытым оком написано. И они к ней едут, и на нее же... Так у меня бы не было, говорит, вы бы где ночевали-то. Они тогда замолкнут. Она пьет, и все... Ну, если так, машину не надо иметь, продать надо сейчас у него эта машина-то. Потому что бензин покупать будет? Покупает. Ехать. Пила, пилить дрова. Бензин покупать надо, масло покупать надо. Или он будет у барабаша брать? Ну, опять же барабаша. Опять платить надо же. Как ты не крутит, ты все равно будешь с какими-то перекладными. Ничего нельзя сделать, только молиться. Мне очень жалко. Ну, уехал там этот, уехал там от него. Какой толк-то был? Там помнишь этот, кто там? Желтухин. Он переехал в Телейкин или как его-то? Ну, да, в Телейкин. Да. А этот работяга. Самостоятельный мужик. Ну, скажи вот. Ну, ничего. Должно быть так, наверное. Это должно быть. Для чего-то допустил Господь. Чтобы мы крепче были. Чтобы не спали. Ну, ладно. С Богом.